В России ситуация с тиктокерами становится все хуже и хуже. И дело даже не в том, что эта социальная сеть не торопится возобновлять работы на территории нашей страны. Мы говорим скорее о том, что все больше и больше тиктокеров покидают РФ или даже больше. Их здесь отменяют. Можно вспомнить громкий инфопоу, связанный с Никоглаем. За весьма сомнительный тикток он был привлечен к ответственности, а в ходе проверки его документа выяснилось, что он гражданин Молдавии. Проживает в России больше, чем того допускают сроки для иностранцев. В итоге его отправили на родину, ну а перед этим он провел несколько дней в СИЗО. Следующей в очереди на отмену это очевидно Даня Милохин. Казалось бы у него проблем быть и не может, ведь он не делал ничего провокационного и даже наоборот сотрудничал с государственными телеканалами, например с тем же Первым каналом. Но в последнее время дела у Милохина все равно идут хуже и хуже, а недавно ему и вовсе предложили запретить въезд в страну. В этом видео мы и поговорим о том, как Даня Милохин оказался на грани банкротства и полной отмены. Давайте приступать. Но перед началом ролика объявление. Мы уверены, что среди вас много талантливых артистов. Именно поэтому совсем скоро с нашими партнерами из Crystal Label мы проведем прямой эфир, где будем слушать и анализировать ваши треки. Crystal Label это молодая команда, которая занимается комплексным продвижением артистов и по совместительству наши партнеры. За год существования они поработали с многими артистами разного уровня, среди которых есть такие имена, как Канги и Камбулат. Стоит отметить, что парни имеют за спиной собственной карьеры артистов с чартами и концертами. На старте карьеры я и сам с ними работал, и они дали хороший буст. Так вот, на стриме вы можете услышать мнение лейбла о вашем треке, а также узнать, стоит ли его продвигать. Трансляция пройдет в сообществе Crystal Label, а скинуть свой трек вы можете по ссылке в описании. Успевайте, ведь как только наберется тысяча треков, мы запустим прямой эфир. А теперь давайте ближе к теме. Поехали! Начнем, наверное, с тревожных для Милохина новостей. Тиктокер может столкнуться с персональными санкциями ССРН России после исполнения гимна Украины в прямом эфире. Эксперт считает, что тиктокер не в состоянии оценивать свои действия и их последствия. В результате этого юноши могут запретить возвращаться на родину из-за рубежа сроком на 50 лет. Напомним, инцидент произошел в США, на стриме у другого тиктокера Артура Бабича. Капец, все русские типа коверкают. Потому что им броем, я не знаю, скажи мне, объясни. Вот цитата журналистки. Походу мы с вами недооценили недостаток умственных способностей Милохина. Это же додуматься надо было, чего он хочет, чтобы ему запретили въезд в Россию на 50 лет? Кстати, сколько ему сейчас там лет? 20? Ну, в 70 дедушка Даня Милохин может вернуться в Россию, а пока все 50 лет будет пасти коров США. Будет ковбой Даня Милохин. Отметим, что сейчас ограничения на въезд до 72-го года действуют для таких артистов, как Лобода, Макса Барских и других. К слову, сам Даня Милохин не понимает, почему его критикуют за то, что он спел гимн Украины. Накануне он записал короткий ролик, в котором недоумевал, почему на него обрушилась только негатива. Вот цитата тиктокера. Люди вырезали, как я пою гимн Украины. Почему люди не вырезали видео, где я пою гимн России до этого? Как ни странно, но в этом случае мы думаем, что Даня Милохин все же больше прав, чем неправ. По крайней мере, все слухи о запрете въезда в РФ это только слухи. Несмотря на то, что в прокуратуру и правда отправили запрос о проверке Милохина, далеко не факт, что это вообще к чему-то приведет. Во-первых, потому что в нашем законодательстве нет запрета на исполнение гимна какого-либо государства. Во-вторых, сам гимн не признан экстремистским или запрещенным. Ну и в-третьих, у Милохина наверняка в России есть влиятельные друзья, которые смогут сделать так, чтобы о таком инциденте побыстрее забыли. Хотя, вероятно, что и таких друзей у него становится все меньше и меньше. И что удивительно, тиктокер сам прикладывает к этому усилия. Например, не так давно в односторонном порядке он отказался от участия в шоу «Ледниковый период», который проходит на Первом канале, хотя до этого он стабильно выступал там несколько сезонов подряд вместе со своей напарницей Женей Медведевой. «Ледниковый период» — это одно из самых успешных российских телешоу, которое транслируется с 2007 года. Суть в том, что звезды фигурного катания в паре со звездами кино, эстрада и телевидение соревнуются друг с другом в мире кататься. В прошлом году главным открытием шоу стала пара из тиктокера Дани Милохина и Евгении Медведевой. Их дуэт сразу же набрал бешеную популярность. В топ-5 самых просматриваемых номеров «Ледникового периода» на ютубе — 4 с участием Медведевой и Милохина. Однако, по решениям судей, они заняли лишь третье место. Продюсер шоу Илья Авербух очень хотел заполучить Милохина и в новый сезон шоу. С трудом, но популярного тиктокера все-таки удалось уговорить встать в пару с Медведевой. Они откатали два выпуска, после чего Милохин ушел и никого не предупредил. Вот его цитата. «Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю Данай шоу, потому что я просто устал. Мне не хватает силы, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, что нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня понимаете. Всех люблю, люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу». «Мне не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Вот так. Надеюсь, вы меня поймете». Эта новость появилась 25 октября. Уже 27-го в сети начали появляться статьи, в которых эксперты подробно считали деньги артистов. Видимо, начиналась кампания против Дани, что неудивительно в свете его переезда в США и прочих высказываний и поступков. Так вот, цифры в таких статьях и правда были интересны. Даня Милохин снимал трехкомнатную квартиру в Москве. Незадолго до всего этого в сети появился выпуск «Шоу по хатам», где провели экскурсию по съемному жилью тиктокера. Так вот, эта квартира не в элитном ЖК, но в центре столицы. Квартира со свежим ремонтом, напичкана дорогой техникой и современной мебелью. В квартире все новое, но кругом бардак. Грязная посуда, вещи разбросаны. Квартира сдается за 90 тысяч рублей в месяц. Два года пандемии у Милохина стали очень успешными. Пока другие артисты сидели без концертов и работы, его накрыло волной успеха. Все началось после того, как Даня выпустил песню «Я дома», на которую сняли тысячи роликов в сети. Рекламные контракты и охваты в зарубежных соцсетях приносили парню хороший доход. Потом Даню стали приглашать на телешоу петь дуэтом с известными артистами. И тут уже подтянули серьезные рекламодатели. Так Милохин получил крупные рекламные контракты. Это основные источники дохода, которые позволили накопить на счетах суммы с шестью нулями. С 19 лет Милохин начал разумнее относиться к накоплениям. Вот его цитата из одного интервью. «Стараюсь не сорить деньгами. Каждый месяц мне приходят разные суммы. Больше двух миллионов рублей». Раньше парень сорил деньгами. Лично водитель за 20 тысяч рублей в день, походы по разным дорогим ресторанам. Теперь водитель с ежемесячной зарплатой и еда на заказ домой. Экономит Милохин теперь неслучайно. Реклама стала в разы меньше у всех. Заказников куда зовут петь еще меньше. Но пока что работа у Дани Милохина еще была. Немного рекламы, пару приглашений в месяц петь на частных вечеринках и съемки. Даже может себе позволить бросить проект типа летникового периода и улететь отдыхать с друзьями, например, в Дубай. Весело проводить время с семьей рэпера Джигана и другими рэперами и блогерами. Милохин тратит бешеные деньги на удовольствие. Отдых в Эмиратах, рестораны, аттракционы и шоппинг. Интересно, что там же в Дубай Милохин попал в очередной скандал. Звезда сети публично оскорбил тиктокершу Валю Карнавал, за которую вступился ее жених. Милохин вел прямой эфир, во время которого сказал, что считает Карнавал использованный. Именно поэтому, как говорит Милохин, у нее с ней не сложился роман. Жених девушки, блогер Саша Стоун, тогда встал на защиту своей невесты. Он пообещал разобраться с артистом. В своей речи он удивился, как вообще Даня со своим уровнем развития смог попасть на ТВ. Вот цитата Стоуна. Ты уже и так в России всем показал, какой ты мужчина. И как тебе знакомы такие понятия, как уважение, ответственность и мужественность? Живи своей уже почти никому неинтересной жизнью, оглядывайся и продолжай тонуть на дно. Глупый мальчишка. В ответ на это Даня Милохин решил продолжить бесить интернет. Нет, перед Карнавалом он извинился и дело вроде бы даже удалось уладить. Но сейф взорвалась по другому поводу. Появились инсайды о новом райдере звезды. Мягко говоря, райдер вообще не соответствует статусу Милохина, который находится в одном шаге от полной отмены. Так, пока разговоры идут о том, чтобы вообще лишить Даню Милохина гражданству или признать иностранным агентом, он добавляет новые требования к своему гонорару. Для того, чтобы пригласить к себе звезду ТикТоку и услышать его треки, теперь нужно не 2, а целых 3 миллиона рублей. Правда, даже несмотря на звездный статус и популярность, парень совершенно спокойно полетит эконом-классом за счет принимающей стороны. А вот жить будет только в 5 или 4-звездочной гостинице. На площадке ему необходимы будут фрукты, чипсы, детское пюре, газировка, чай, кофе и деширак. В разделе «Другое» особое внимание уделено не только зеркалу в полнорост, утюгу и гладильной доске, ну и игрушки в виде единорога. Без нее концерт не состоится. А на сегодня у нас все, что вы думаете про Даню Милохина. Отменят ли его? Пишите свое мнение в комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивая БПМ. Меня зовут Дмитрий Толщенов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok